Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами будет очередная распаковка посылки. Опять я заказывала на сайте Socos. Это финский сайт с косметикой, вообще с многим чем интересным. Ну, давайте потихонечку, понемножечку будем доставать. Так, здесь у меня перечислено, что я заказывала, и мои данные убираем. Первое, что мне попадается, это румяна. Вот такие вот. И оттеночек. Вот так вот называется. Трес голд, что-то такое, наверное. Это я предполагаю, что за румяшки. Так, так, так. Да, да, да. Очень я их хотела. Так вот, еще раз вам покажу. И цвет. Смотрите, какой красивый приливающий цвет. Это просто бомба. Но, опять же, отличается от цвета, который я видела на экране. Вот, хотя под разным углом по-разному смотрится, но все-таки по компьютеру, когда я его выбирала, мне он, казалось, чуть более всерватостью в какой-то должен уходить. А сейчас я этого не наблюдаю. Какую-то немножко даже теплоту все-таки наблюдаю. Вот такой вот оттеночек. Ну, мне нравится, мне очень нравится. И вот так вот он выглядит. Ну, все-таки тот, который я выбирала, он такой более белесый, что ли, более сероватый. Ну, мне нравится. Выбрала я именно этот оттеночек после покупки вот этого. Очень уж он мне сильно понравился. И из одной, из этой же одной линейки я выбрала вот этот вот. Ну, чуть-чуть, конечно, он различается с тем, что я себе представляла. Либо, может быть, у меня мой компьютер, мой монитор передает вот так вот тона. Не знаю. Ну, в общем-то, я все равно очень довольна. Дальше, опять же, мак. И у меня эта помадка. Вот такое вот название у нее. Так, 3,2 грамма. Ну, мак, мне кажется, примерно всегда такое количество по граммам, что касается. Вот такая вот она красивая. Немножко несвойственная компании мак. Хотя в последнее время они немножко над оформлением экспериментируют. Не только у них пульки, но и вот такие вот появляются помадки. Ну, запах такой маковский. Очень приятный, нежный, не ощущается особо. Очень красивый оттеночек. Ну, такой нюдовый. И оттеночек мой. Пока слощить не буду, потому что хочу помаду все-таки сфотографировать вам в первозданном виде. Но оформление, конечно, шикарное. Мне уже нравится. Так, а оттеночек вот такой вот я взяла. Так, убираю обратно. У меня недавно помады немножко приедели, так что мне надо было выбрать. Нужно было дополнить, как-то купить. Вот еще одна помада, только это уже другая линейка. Здесь также, а не так же, здесь 3 грамма уже. Не 3 и 2, как было в предыдущей, а 3. Чуть меньше. Так, открываем. Ой, какая красота. Оформление как у той, только та такая черненькая, да, темненькая. А здесь, вот смотрите, переливается сам футляр вот такими вот разными очень красивыми цветами. На сайте, кстати, точно так же. Все это красиво переливалось и смотрелось. Сейчас покажу название. Ой, не дай стороной, показываю название вот такое вот. Так. И он, вот этот цвет уже больше как на бальзам похож. Может быть даже он и есть бальзам. Но написано Lip Balm, может быть да, действительно как бальзам. Когда заказывала, не обратила внимания, но я ничуть не разочарована. Я очень-очень довольна. Я люблю такие полупрозрачные помадки, которые напоминают блеск, но все-таки это помадки. Кстати, если у вас есть на примете, вы знаете, нечто такое хорошее по качеству, обязательно посоветуйте мне, обязательно напишите. Так, следующее, что мне попадается. Это румяна Мак. И из этой линейки у меня еще не было. Здесь 3,2 грамма, если, например, у предыдущих 6, по-моему, грамм, здесь уже меньше. Граммовка Love Joy. Вот так вот называется. Но они были очень красивые в интернете. Прям хочется побыстрее посмотреть. Единственное, мне, если честно, оформление не нравится. Если взять вот классическое, все-таки оно мне больше нравится. Здесь какой-то ужасный, страшный глаз, что ли, напоминает. Но не знаю, все-таки обычное оформление для меня, по крайней мере, лучше. Когда я выбирала, я, в общем-то, я так подумала, что вот этот оттеночек, он самый красивый, мне почему-то так казалось. И какой-то он самый универсальный, что ли. Так, здесь вот такая заглушечка есть, кстати, сразу я ее не заметила. Ну, давайте просвочим. Ой, мягкая, конечно, текстура. Ничего себе, какой яркий оттенок. Это я легко как-то коснулась. Ничего себе. Но красивый. Такое, знаете, внутреннее золотое свечение. Красивый. Правда, нужно, наверное, с ним очень быть осторожным. Именно с этим оттенком. Потому что он такой насыщенный. А, здесь даже на магнетике, кстати. Ну, все равно упаковочек у стандартных мне нравится больше. Ну, и последнее больше там вот ничего нет. Это пудра для лица. Вот так вот она называется. Studio. 10 грамм. У меня оттеночек medium. Мне почему-то казалось, что это самый такой универсальный оттеночек. Надеюсь, что действительно так оно и есть. Что у меня... Ну, в смысле универсальный. Боже мой, я уже заговариваюсь. Хочется побыстрее открыть, посмотреть, что для меня подойдет этот оттеночек. И для меня он будет универсальный. Но оформление мне нравится. Пудры от MAC у меня еще не было. Так что я с огромным удовольствием буду пробовать, смотреть. Есть зеркальце. Пухолочка тоже хорошо. Ой, кстати, такая мягкая, приятная. Можно, значит, куда-то с собой брать. Так, а заглушечка, она у меня не выпадает. О, наконец-то. Вот такой вот оттенок. Да, действительно очень светлый. И мне кажется универсальный. Но тоже его пока свочить не буду. Потому что на нем будет видно на пудре на этой, что я свочила. Если, например, на румянах еще, ладно, можно сфотографировать. Но вот пудра, помады, будет это все видно. Но оттенок достаточно светлый. Я рада. Я рада, что светлый оттеночек. Я очень рада. Хочу попробовать вот эту вот пудру. У меня был выбор, когда я заказ это делала. Заказать от, как же это называется, марка. Американская марка тоже. Так, так, так. Bare Minerals. Вот там вот я хотела рассыпчатую, либо спрессованную пудру, либо мак. Ну, все-таки, в общем-то, я решила, как вы видите, в итоге выбрать мак. Так что это у меня уже такая вторая глобальная закупка от компании мак. Надеюсь, что вот эти вот все средства мне понравятся. Буду пользоваться с огромным удовольствием. Если что-то у вас было, девчонки, обязательно напишите. Мне будет очень интересно почитать ваши отзывы, конечно же. И да, скоро увидимся с вами в новых роликах. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok